здравствуйте вы попали на кулинарный канал доктора скачко и в этом видео я расскажу вам как использовать семена льна с кефиром правильно для похудения очищения организма чтобы не потерять свое здоровье даже некоторых случаях свою жизнь не все способы приготовить семена льна с кефиром безопасны в плане вашего здоровья а некоторые определенных условиях могут создать угрозу и для жизни и в этом видео я расскажу вам как избежать этих опасностей используя три секретных ингредиента диетолога скачко и так что же было в начале а вначале было кефирная диета для похудения одна из самых жестких белковых диет для похудения почему одна из самых жестких дет все просто что такое кефир чаще всего рекомендуют эксперты использовать кефир обезжиренный больше терять вес углеводы там отсутствуют их уже съела микрофлора благодаря чему кефир прокис ну и остался фактически белки с примесью витаминов макро микроэлементов ну и безусловно вода который достаточно мало и по отзывам моих пациентов 23 на очень сильном характере 4 максимум 5 дней выдерживают люди на кефирной диете снижая вес и расплачиваясь своим здоровьем во всяком случае психологическим мозг первым реагирует на такую скудную деду и понятно почему появились семена льна в кефире для того чтобы сделать такую диету более богатой по белкам по жирам по углеводам по витаминам макро микроэлементов не всякий способ использование кефира и семян льна безопасен для здоровья чаще всего меньше всего труда затрачивают те кто готовы просто использовать семена льна с кефиром иными словами чайная ложка семена на стакан кефира настояли несколько часов семена льна увеличились в объеме принимается такая смесь 4 5 может 6 раз в день и вроде как вы получаете эффект но прислушайтесь к своему кишечнику если у вас усилилась вздутие живота это означает что цианогенный гликозит линимарин который находился на поверхности семян льна оказывает свое действие иными словами нарушает работу вашей пищеварительной системы еще больше мере стяжая калорийность вашего рациона а вздутие живота испытывает возможности вашей кардиореспираторной системы если вы не не обследовались у кардиолога перед таким способом использовать кефир и семена льна очень высока вероятность инфаркта инсульта острой сердечной либо сосудистой недостаточности поэтому цельные семена льна с кефиром казалось бы меньше всего труда но знаете без труда не выловишь рыбку из пруда поэтому в таком виде я бы вам не советовал использовать понятно остается измельченные семена но если вы измельчаете в домашних условиях вы должны знать как удалить цианогенный гликозит линимарин количество которого теперь вы кефире с семенами льна измельченными увеличивается в семь раз а соответственно и кардиологический риск увеличивается в семь раз поэтому я бы советовал вам поступить несколько по-иному покупайте уже измельченные семена льна где на упаковке написано без линии марина иными словами производитель бережет ваше здоровье удалил это опасное токсическое вещество содержащие синильную кислоту из семян льна измельченных и вы получаете реально хороший результат смешивая измельченные семена льна с кефиром пропорции вам сказал чайная ложка на стакан и вы получаете тот результат который получаете в данном случае кефирно льняная диета для похудения станет более богатой соответственно вы можете на ней продержаться более длительное время а если хотите сделать ее еще более полезной я бы советовал вам измельченные семена льна перед тем как поместить их кефир нагрейте их на сковородке хотя бы 35 минут в этом случае белки спящие белки семена льна проснуться и вы сможете полноценно переварить они помогут вам более активно участвовать в восстановлении обмен веществ в этом случае вы получаете более значительный результат я имею ввиду по снижению веса с меньшим ущербом для своего здоровья можно эту диету еще более сделать эффективной а для этого нужно добавить один секретный ингредиент это на один стакан кефира чайная ложка семян льна и два зубка чеснока что он даст чеснок в этой комбинации а его фитонциды очень хорошо будут подавлять патогенную микрофлору кишечника и в этом случае вы получаете дополнительную опцию а именно регулируете работу микрофлору кишечника и уменьшаете вздутие живота соответственно кардиологический риск у вас уменьшается а если у вас задержались какие-то возбудители листных либо паразитарных инвазий в кишечнике многие из них терпеть не могут чеснок и в этом случае вы получаете еще один бонус вы можете избавиться от некоторых листов и паразитов вот таким способом а чтобы сделать его еще более эффективным есть еще один секретный ингредиент диетолога скачко кстати если вам уже эта комбинация нравится можете уже значит ставить лайки на это видео можете отметить комментариях я даже не мог подумать что так можно легко и просто снижать вес с удовольствием еще и избавляться от листов и паразитов а второй секретный ингредиент тоже простой я думаю что у каждого он есть на кухне это яблоко яблоко можно использовать двумя основными способами и все зависит от работы вашего кишечника иными словами если у вас есть склонность запору то я бы советовал вам использовать яблоко сырое иными словами вы берете яблоко моете после этого удаляете внешнюю кожицу далее чистите удаляете семена где тоже находится цианогенный гликозид линемарин хотите проверить но жуйте косточки яблоко семена и почувствуете вкус миндаля откройте кирминалистическую литературу там же все прописано и измельчить после этого когда вы очистили правильно яблоко вы его измельчили добавили в эту смесь иными словами одно небольшое яблоко два зубка чеснока чайная ложка измельченных и поджаренных семян льна и стакан кефира и все это пять раз в день в этом случае вы получаете еще больше пользы дольше можете находиться на такой кефирно-линяной яблочно-чесночной диете для похудения и очищения вашего организма очищения кишечника если у вас кишечник работает хорошо иными словами очищение происходит самостоятельно один а может быть и два раза в день хотя бы один раз утром то вы можете яблоко использовать не в сыром виде запеченном в этом случае пиктин и яблоко работают более активно как сорбенты и вы еще больше шлаков и токсинов из кишечника а в кишечник они попадают благодаря тому что у вас смесь способствует активному пищеварению через пищеварительные железы через печень идет более активное очищение вашего организма от шлаков и токсинов а если вы хотите эту диету в таком виде где это может продолжаться ну неделю-две без особого напряжения вы можете ее поддерживать если вам не хватает углеводы углеводов можете увеличивать размер яблок яблоки в этом случае остальные ингредиенты трогать не нужно они остаются теми же яблоки могут приносить углеводы поэтому размер яблока в каждой порции может быть больше и на дети вы можете находиться где-то до двух недель если вам захочется если у вас избыточный вес при этом вы потеряете там 5 7 килограмм избыточного веса для некоторых это результат причем этот результат вы получите реально это не результат связанный с потери воды это результат связаны с тем что такие жировая ткань в вашем организме уменьшилась иными словами после этой диеты она не вернется если вы вновь не сядете активно за стол и ложкой вилкой начнете активно набирать дополнительные килограммы а если вы хотите находиться на такой диете на дети семенами льна и кефиром более длительное время когда вам одного яблока может не хватить тогда вы можете плавно перейти на еще одну диету и у вас появляется третий секретный ингредиент диетолога скачков в этом видео а именно вы эту смесь можете использовать один раз вечером перед сном а четыре приема пищи на протяжении дня вы используете правильно приготовленный борщ в этом случае на такой диете для похудения очищения организма укрепления иммунитета можно находиться я бы сказал бесконечно продолжительное время потому что борщ вы его состав будете менять зависимости от тех условий которые вас окружают и борщ приготовить летом зимой осенью весной можно из разных ингредиентов и он всегда круглый год будет приносить вам здоровье без риска для вашей жизни хотите узнать подробнее наберите в интернете если у вас включен безопасный режим то вы ссылку не видите наберите кефир на борщевая диета для похудения и вы найдете видео в котором я подробно рассказываю как приготовить борщ правильно а если безопасный режим у вас отключен то ссылку на это видео вы уже видели вернитесь по видео назад может вы просто ее пропустили переходите на то видео смотрите как приготовить борщ правильно получаете здоровье без риска для вашей жизни вот на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать привычный подписчикам и канала словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео я думаю что лайка она достойна вы получили спал несколько способов как снижать вес используя простейшие ингредиенты это пожалуй одна из самых дешевых диет для похудения которых используется литр кефира 4 5 чайных ложек семян для 1 2 головки чеснока и 5 яблок разного размера или тарелка украинского борща правильно приготовлены до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко в инстаграм а а Продолжение следует...